Всем добрый день! Я уже говорила о морской соли с овощами и зеленью торговой марки Приправыч. И упоминала, что у них есть еще морская соль с прованскими травами. Но я говорила, что именно вот такая соль, она на любителя, так как прованские травы обладают выраженным таким сильным запахом. И он не всем нравится. Когда-то я покупала приправу от приправыча, просто прованские травы, там соли не было. Травы, они слишком ароматные, и я не смогла ими пользоваться, мне пришлось их отдать. Но тут все-таки я решила, почему я купила именно морскую соль именно с прованскими травами. Все-таки здесь основной ингредиент это же морская соль, а прованские травы это как бы дополнение. Поэтому я решила попробовать все-таки дать еще один шанс этой приправе и посмотреть, что она из себя представляет. Вот так выглядит пакетик с прованскими травами, морской солью и прованскими травами. Здесь я уже открыла, здесь такая же многоразовая застежка, причем она очень хорошо держится, очень крепко закрывается. Одной рукой не открыть. Иногда вот они плохо держат, вот эти вот застежки. А это вот, видите, сколько дергаю, открыть невозможно. Это хорошо, аромат будет сохраняться внутри. С другой стороны, тут много написано, интересные факты о морской соли. Чем полезна морская соль? И как она применяется? Вот именно с прованскими травами. Такая морская соль, вот здесь вот я читаю, рекомендуется для заправки жирных и диетических блюд. Широко применяется в качестве добавки к блюдам из мяса и рыбы. Прекрасно подходит для приготовления супов, жаркова, соусов и салатов. Сочетание трав и морской соли подарит композицию с неповторимым ароматом и целебными свойствами. Ну, насчет неповторимого аромата, это они в самую точку. Потому что вот это вот прованские травы, здесь такой состав этих прованских трав. Если вы не любите резкие запахи, то вам такая приправа не понравится. Потому что вот я сейчас почитаю. Состав, вот состав морская соль, розмарин, базилик, тимьян, майоран, орегано, укроп и мята перечная. Из всего этого, пожалуй, только даже не розмарин, базилик. Он не такой ароматный, как все остальные. Ну, еще мята перечная такая у них, у нее такой не сильно выраженный аромат. Мы уже к ней привыкли, вот в жвачках, конфетах вот такая вот эта мята. А остальные, вот розмарин, тимьян, майоран и орегано, они обладают сильным запахом, который не всем понравится. Такая морская соль изготовлена. Ну, изготовитель, конечно, я не знаю, они, наверное, скорее всего, только упаковывают. Изготовитель компания Проксима, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск. Так, теперь будем смотреть, что внутри. Вот я только открыла, и уже аромат на всю кухню. Вот, посмотрите. Так выглядит морская соль с прованскими травами. Морская соль очень крупная. И травы. Травы в сушеном виде хорошие. Хорошие цветы у них хорошие. Не черные, никакие, а именно хорошие такие. Качество, качественно высушенные. Запах очень сильный. Я не знаю, что здесь больше преобладает. Ну, мне кажется, что тимьян. Может, потому что я тимьян не очень люблю. Он очень резкий у него запах, у тимьяна. Вот тимьян. Потом еще розмарином пахнет. В общем, как я говорила, это приправа на любителя. Если вы любите такие травы с ярко выраженным ароматом, то такая морская соль очень даже вам подойдет. И еще скажу, что попробовала я ее положить, добавить в суп. Мне не понравилось. Я не привыкла к такому, когда запах вот пахнет, вот этот бульон пахнет вот таким ярко выраженным ароматом. Но свежий помидор разрезала и посыпала. Вы знаете, мне кажется, лучше пользоваться этой приправой, сыпать эту приправу без термической обработки. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Мне понравилось. Вот я помидоры посыпала этой приправой, так слегка. И они приобрели такой приятный привкус, что ли, такую нотку. А в горячем виде, при термической обработке, вот эти прованские травы, они слишком выраженный запах у них. И мне очень не понравилось. Эту морскую соль с прованскими травами я покупала в супермаркете и заплатила за нее 261 тенге. Соль крупная. Вот посмотрите, какая крупная здесь соль. Поэтому, если без термической обработки, не каждому понравится, что в блюде будут попадаться вот такие крупинки. Поэтому, если будете использовать без термической обработки, а посыпать уже готовое блюдо, мне кажется, надо измельчить его. Вот в этой, в кофемолке или там в блендере, я не знаю, как можно измельчить. Но это очень крупно. Пробовала, кстати, пробовала я вот этой солью посыпать пиццу. Пицца приобретает приятный привкус. С итальянскими нотками, скажем так. Так что, решайте сами, покупать или не покупать. Вот я повторюсь, если вы любите такие ароматные травы, запах вот этих таких вот трав, как розмарин, майоран, тимьян, то вам такая приправа очень даже понравится. А если вы приверженец более классических ароматов, таких как перец, чеснок, сельдерей, то, мне кажется, вы не сможете такую приправу использовать. Но это лично мое мнение. Если вам мой отзыв оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. До новых встреч!